Во Владимире в этот уикенд собрался весь бомонд. Министры, бизнесмены и экономисты на примере Владимирской области пытались понять, как несырьевой регион может добиваться устойчивых показателей роста. На дискуссионных площадках рождались законодательные инициативы, подписывали соглашения и выбивались миллиарды. Будут выделены дополнительные миллиарды рублей на строительство Лыбинской магистрали, так необходимой нашему городу Владимиру. Потому что сегодня город, так скажем, не очень чувствует себя в пробках, и наши пробки уже начинают приближаться в некоторых случаях к московским пробкам. Возобновление федерального финансирования Лыбинской магистрали, пожалуй, главная заслуга на форуме губернатора области. А в отделении более миллиарда рублей Светлане Орловой удалось договориться с министром финансов Силуановым прямо в ходе рабочей встречи. А в субботу в рамках форума состоялось сразу 12 круглых столов. Наибольший интерес вызвала площадка, на которой обсуждалось будущее областного центра. Как всегда, много говорилось о туризме. Почему бы во Владимире не вывести праздник вишни на международный уровень, по аналогии с уздальским праздником огурца? Я вот не понял, там сказали, что вишня – это бренд города Суздаля. Ничего, вот я не знаю, но мы не отдадим. Вишня – это бренд города Владимира. И вишневые сады были у нас. Алиса Ивановна, может, я не прав, конечно? Да, не прав. Огурец. Правильно, да. А тут они пытаются уже… Суздаль все у нас хочет забрать. Бурная дискуссия развелась по поводу парковых зон города. Так, очередная концепция городского парка напротив Белого дома не выдержала критики со стороны старожилов. Так вот, насчет этого великолепного парка. Вы знаете, сегодня одну реплику я услышала. Я говорю, так торговый центр там будет или нет? Хватит торговых центров, цитирую Светлану Юрьевну. А мне, знаете, как ответили, хигер и без торгового центра так не бывает. Вместе решили. На строительство торговых центров в городе будет наложено вето. А вот развитию традиционных парковых зон дан зеленый свет. К первому сентября на улице Большой Нижегородской будет разбит новый сквер. При этом в обсуждении проекта участвовали все молодежные организации города. Учли абсолютно все наши пожелания, касающиеся и Wi-Fi, и фонтана. Именно тот фонтан, который мы выбрали, который мы хотели. И подиума для выступления неформальных молодежных групп. В новом сквере на Большой Нижегородской, как и во многих остальных, в рамках проекта «Давайте вместе танцевать» будет открыта летняя танцплощадка. Всего же летних танцполов во Владимире будет девять. А зимой, по предложению губернатора, танцевать владимирцы смогут в любой из городских школ. После того, когда закончила работу школа, как учреждение, они имеют полное право с шести часов открыть эти залы, где может заниматься население. Танцуйте в парке летом, пусть потом зимой перемещаются спортзалы и танцуют там. Регионы охотно делились на форуме своими ноу-хау. Взять, например, строительство детских садов на первых этажах жилых зданий. Теперь они появятся и у нас. Сейчас закладываем дом. На первом этаже будет детский садик. И не один такой дом будет в городе Владимире. Он будет полноценный, с выходом. То есть, если подъезды в одну сторону, это будет в другую сторону с верандами. Это будет полноценный детский садик. В дни форума во Владимире было подписано сразу 9 долгосрочных инвестиционных соглашений. А один из открывшихся современных заводов и вовсе не имеет себе равных. Вчера мы открыли новейшее предприятие в городе Владимире. Это производство теплоизоляции из стекла, из пеностекла. Это предприятие, которое равных нету в мире. Есть такие предприятия в Европе и есть такие предприятия в Америке. В России это первое предприятие. А еще прямо на форуме были найдены инвесторы, готовые возродить крупнейшее в регионе овощехранилище. База в микрорайоне Юревец сможет сохранить, переработать и доставить до торговых сетей весь урожай нашей области. Евгений Луктенов, Александр Мажаров, 6 канал.